Приветствую вас и, конечно, в вашей ситуации больше вопросов, чем ясности какой-то, потому что, ну вот, например, вы пишете о том, что мама вашего мужа нашла себе мужчину в деревне и собирается уехать туда, то, в принципе, нормально. Почему муж ваш хочет уехать туда же, в деревню, не очень понятно. Почему он хочет уехать без вас? Это само по себе явление, опять же, не ясное, потому что подобное отношение и к вам, и к ребёнку, значит, связано с наличием у вас проблем между вами. И то, что вы не отдаёте себе отчётом в том, что у вас есть определённые проблемы с мужем, конечно, ситуацию усугубляет. Почему нет денег платить в квартиру? Непонятно. Почему муж не хочет работать? Тоже непонятно. Чем он объясняет свою позицию? Чем он обосновывается её? Тоже непонятно. Почему вы вообще изначально согласились жить на съёмной квартире с мужем и его мамой? Тоже непонятно. Как получилось так, что у вашего мужа и его мамы вообще съёмная квартира, а не своя жилплощадь? И так далее. То есть тут вопросов, как вы, надеюсь, понимаете, сами больше, чем ясности, соответственно, возможности дать вам ответ достаточно небольшие. Вот. Значит, что делать? Ну, во-первых, нам нужно поговорить с мужем и выяснить, знаете, не пытаться отговорить его от того, что он делает, потому что он ведь руководствуется сейчас тем, что хочет, руководствуется сейчас тем, что ему кажется, ну, наиболее правильным. И в этом вы его переубедите вряд ли. Вам нужно поговорить с ним и спросить, а почему, откуда и из-за чего такое отношение у него к вам? И, может быть, какие-то обиды у него на вас? Может быть, какие-то претензии к вам, даже, возможно, ну, неосознаваемые им, да? То есть ситуация-то, она может быть разная. И нужно, очень важно, чтобы вы поговорили со своим мужем, чтобы вы постарались понять причину его такого поведения, ибо причина такого поведения определенно есть, просто вы ее, может быть, не знаете, просто вы ее, может быть, в ней не отдаете себе отсчета, но она есть, она однозначно есть, это причина. Значит, если у вас с мужем не получится найти какой-то общий язык, что вполне ожидаемо здесь, если у вас не получается найти с мужем какой-то общий язык, то тогда вы, у вас не остается другого выбора, кроме как, собственно, искать самую какую-то дополнительную работу, может быть, мужчину, может быть, делать что-то еще для того, чтобы обрести, значит, собственно, независимость от своего мужа и от его мамы. Ну, самый, наверное, такой вопрос, который запрашивается, это вопрос, вот, вы пишете, что вашего мужа берут в деревню, к маме и к ее мужчине, берут в деревню без вас, на каком вы положении вообще в семье своей и в семье своего мужа? Почему у вас такое положение, что вас, по сути, не берут в расчет? Почему вы себя так поставили? Что заставило вас так себя поставить? И думали ли вы о ребенке, есть ли у вас проблемы со своим мужем? Какого рода эти проблемы? Пытались ли вы их решить? Любите ли вы своего мужа и так далее? Что же касается до ответа на вопрос, нормальное ли такое отношение к вам? Весно сказать так, что отношение, конечно, ненормальное. Это безусловно. Но ненормальное оно отношение с вашей точки зрения. А муж, он, видимо, считает по-другому. И для него это нормально. И нужно выяснить, почему для него это нормально. Почему его не волнует, что будет с вами, по умолчанию любимой женщиной. И что будет с его ребенком. Ведь что-то же повлияло на его такое отношение к вам. И вот об этом и нужно вам подумать. И может быть даже об этом нужно поговорить с психологом, чтобы вывести некую такую более грамотную стратегию поведения, для того, чтобы все-таки как-то своего мужчину направить в нужное вам русло, чтобы потом ни вам, ни ему не было обидно. То есть стратегия довольно-таки сложная, стратегия довольно-таки запутанная. Вы описали ее очень коротко. И, соответственно, вам нужно ответить только довольно поверхностно, потому что необходимо все-таки более вдумчиво, более подробно разбирать не только то, что происходит сейчас, но и то, что стало условиями того, что сейчас произошло. Почему, как я уже говорил, вы поставили себя так в семье, что вот к вам могут относиться подобным образом, совершенно не учитывая ваши интересы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.